Всем приветик! Сегодня хочу показать как правильно жарить картошку. Я только что ее почистил. У нас картошка, лук, подсолнечное масло. Я как всегда жарю не рафинированное. Соль. Ни в коем случае нельзя картошку, когда вы почистили, положить на какое-то время в воду, потом достать через бруслак, все это потрясти на сковородку. Вода не должна быть вместе с картошкой. Картошка становится жесткая, вкус уже не тот. Вода начинает на сковородке париться, то есть она получается как бы вареная. Также нельзя целиковую картошку оставлять в воде, потом доставать ее, резать. Она также будет жесткая. Вот, то есть вкус будет не тот. Вот взяли, порезали, тут же достали сковородку и сразу жарите. То есть оставлять картошку нельзя в воде. Почистили, порезали и сразу на сковородку. Ну и как бы вся хитрость раскаленная сковородка. Если она будет раскаленная, картошка будет вкусная. Ну все, начинаем. Вроде ничего сложного, то нет. А, и вот еще что, ни в коем случае не закрывать крышкой сковородку. То есть не надо нам, что вот этот пар там в сковородке был. То есть она будет водяничкой, не вкусная. Так, начинаем. Сейчас потихонечку будем готовить. Да, всем здрасте, добрый вечер. Так, все мы поставили. Так, сейчас начнем. Так, одной рукой неудобно, но нормально. Так, наливаем масло. Масло. Масло у меня не рафинированное. Ну как бы я люблю его просто. То есть я здесь салат добавляю борщи. А просто масло. Ну как бы я не понимаю, вкус остыли. Так, сейчас сковородка раскочегарится. И начнем. Ну то есть хитрость помните. Да, самое главное, чтобы сковородка была раскаленная. То есть она будет не раскаленная, то есть это будет уже все не толще. А, вот я все газеткой, тряпочками, ножи все загородил. Чайник. Поджарили, сняли. Вы же не так сейчас картошку зарите, чем потом этот дырт отмывать, сами понимаете. Так, ждем. О, уже горячая. Так, на всю у нас, на девяточку. Ну как бы кто любит картошку с корочкой, бывает такая корочка вкусная. Ну порежу ее помешивать, переворачивать. Дать какое-то время ей постоять, она постоит, потом перевернуть и будет уже обалденная корочка золотистая. А, солить в последнюю очередь. Так как когда солишь, картошка тоже выделяет воду и будет немножко не то. Как бы уже вот прежде чем выключать к столу, тогда только солить. То же самое, как допустим, некоторые кидают в борщ, там, в щи, в рассольник, солянку, лавровый лист, когда варят. Это неправильно. Лавровый лист всегда хладется в самом конце, когда уже вы все приготовили, у вас ничего не кипит. Тогда вы кидаете лаврушку. Потому что лаврушка, если она варится, она дает горечь. Она не дает вкус самой лаврушки. Многие этого не знают. Ну как бы я просто рассказываю. Так. О, думаю, у нас уже люфтис. Так, сейчас я одну бросу. О, видите, нам надо именно вот это, чтобы все кипело. Холодная сковородка нам не нужна. Так, поехали. Так. Сейчас я руками достану. Так, можно пока вот так. И как бы сразу я кидаю репчатый лук. Так. Сейчас я быстренько ручку помою. Так. И как бы сейчас вот можно перемешать. Так. Так. Все вот жарится. Здесь должна обязательно сыпеть. Так. Огонь у нас самый большой. Сейчас какое-то время пройдет. Там, допустим, минуточки две-три. Мы перемешаем. Ну как бы все это быстро готовится, недолго. Все по люксу у нас. Ну, сковородка, конечно, мне это все очень нравится. Она такая шикарная, классная. У меня как бы еще есть другие. Ну, вот я что-то ее полюбил. И так думаю, сейчас со временем она, конечно, как начнет там все пригорать, то я, наверное, куплю такую же. Диаметр у нее 36 сантиметров. Она, конечно, классная. На ней просто удовольствие говорит. Вот у нас все кипит там, скворчит. Вот. Кто видит, уже немножечко она начинает. Нам вот это как бы нужно. Так, помните, нам помощник вкусной картошки большой огонь. Обязательно нам нужно, чтобы она жарилась. Здесь вот эта фарси, а вот эта вода, соответственно, выходила. Но помните, ни в коем случае не закрывать крышкой. Также многие мясо жарят, закрывают крышкой, котлеты крышкой, это неправильно. Пусть будет где-то брызг, где-то не страшно. Взяли тряпочку, там все промыли, но будет вкусно. А что накрывать крышкой, это неправильно. Весь секрет приготовления, это раскаленная сковородка. Видите, все шипит. Вот видите, уже корочка какая привела. А, ну и как бы не жалейте масло, она не должна быть сухая. Так. Кстати, такой запах очень вкусный. Как бы лук вот дает. Картошка-то запах, я думаю, ничего она не дает. А лук, конечно, жареный, он очень вкусный дает запах. А, ну и солить, как я говорил, в самую последнюю очередь. Так как, когда вы солите на картошку, она дает какую-то воду. Короче, там происходит какая-то реакция, я читал. То есть это не нужно. Вот уже как бы даете на стол, на тарелке, вот солите. Хотите, даже можно на столе посолить. А вот саму картошку это неправильно. Ну, лично я делаю так. Кто-то может... Вот видите, какая вкусняка получается. Это за счет раскаленной сковородки. То есть нам не нужно, чтобы она томилась, варилась, впарилась. Нам нужна настоящая, жаренная, вкусная. Так, все жарится, не мешаем. Так, плита у нас на всю, как я уже говорил. Ждем. В принципе, ингредиент это здесь картошка, соль, масло подсолнечное, лук. Все. Никакой сложности нет, ничего здесь не нужно хитрого добавлять. О, видите? Вот это самая вкусняха посла. Да. Запах, конечно, уже сказка. Знаете, честно говоря, еще, наверное, минутка, она готова. И, как бы, советую не оставлять на плите. Потому что, пока плита остынет, картошка, она, ну, прижарится, будет уже невкусно. Я, как бы, всегда беру такую подставочку, у меня есть. Сейчас я приготовлю. Вот вот эту подставочку поставлю на плиту и сверху сковородку. Да, запах уже обалденный. Да, все. Она готова. Все, солим, выключаем. Так, беру я соль и солю. Ну, как бы, каждый там по вкусу, как ему, не соленым, можно добавить на столе там. Все. Она шикарна, она вкусная. То есть, я вижу по одному виду. Можно просто взять картошки с хлебом, каких-то огурцов, что-нибудь непонятное, что. И, то есть, конечно, вкуснятинка редкая. Ну, что, все тогда. Всем огромное спасибо. Что-то получилось 12 минут картошку жарить. Ну, все. Всем до свидания. Приятного аппетита. Было приятно. Все, до свидания. Спасибо. До свидания. Всем до свидания. 畅、 улыбка на 6,5m. Продолжение следует...